Среди европейских валют особое внимание трейдеров заслуживает британский фунт. Инвесторы учитывают готовность Банка Англии рассмотреть вероятность повышения процентной ставки. И сегодняшние данные по британскому рынку труда подтверждают готовность экономики к кардинальным изменениям. Прогнозы по рынку труда в Великобритании носили исключительно оптимистичный характер. Но данные в итоге оказались даже еще лучше. Так августовский уровень безработицы вместо того, чтобы остаться неизменным, снизился с 4,6% до годового минимума в 4,5%. И это не говоря еще о том, что в Съемном Королевстве невероятно низкий уровень безработицы, которому в нынешней ситуации могут позавидовать абсолютно все страны мира. Более того, занятость, которая должна была вырасти на 225 тыс., увеличилась на 235 тыс. И хотя это данные не за август, а за июль, но они все равно указывают на отличную динамику рынка труда. Тем более, что для Соединенного Королевства это очень и очень большие цифры. И раз уж на рынке труда наблюдается подобная динамика, то безработица вполне может снизиться и еще больше. Тем не менее, рынок пока никак не отреагировал на столь замечательные данные. По сути дела, рынок никак не может вырваться из застоя, в который он попал еще в конце минувшей недели. Судя по всему, рынок готовится к завтрашней публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. И инвесторы просто не намерены рисковать. Таким образом, и сегодня рынок будет продолжать демонстрировать ярко выраженное боковое движение. Что мы видим на графиках? Валютная пара EURUSD замедлила коррекционный ход в районе значения 1,1586, где возникло сокращение объема длинных позиций и, как результат, отскок цены. В данной ситуации ключевую роль играет нисходящий цикл от начала июня, на который ориентировано большинство трейдеров. Тем самым, коррекционный ход – это лишь часть структуры нисходящего тренда, где в качестве переменной точки опоры служит значение 1,1529. Чтобы нисходящий цикл был пролонгирован на новые уровни, котировке необходимо удержаться ниже значения 1,1529. Это отправит путь к направлению 1,1420. А если рассматривать сценарий полноразмерной коррекции, то сначала котировке необходимо удержаться выше отметки 1,1600. И это, вероятно, откроет путь к локальному пику от 4 октября. Пара фунт-доллар вторую неделю подряд рассматривает район между отметками 1,3620 и 1,3650 в качестве сопротивления, где на систематической основе возникает сокращение объема длинных позиций. Это приводит к замедлению коррекции как результат обратному ходу. Можно предположить, что движение в районе уровня сопротивления сохранится на рынке еще некоторое время. Это приведет к накоплению торговых сил, где по итогам возникнет боковой канал в диапазоне 1,3540 и 1,3670. В случае совпадений ожиданий наиболее подходящей торговой тактикой выступает пробой той или иной границы установленного диапазона. То есть позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше уровня 1,3680, а позиции на продажу нужно рассматривать уже после удержания цены ниже отметки 1,3640. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!